Доказатель для старшеклассников выглядит следующим образом. У нас с вами была формула Винет. Помните, что это такое? φn это α в степени n минус β в степени n делить на корень из 5. Напоминаю, что такое α и β. α это вот такое число, β это вот такое число. Вспомнили? Вспомнили. Отлично. Значит, α и β это один. Так вот, ребят, смотрите, если вас интересует вот эта формула, то на самом деле вы должны доказать следующее равенство. Между прочим, я категорически убежден, что когда занимаешься трудной математикой со школой, олимпиадной математикой, то никогда нельзя пропускать вот такие вот, что называется, счетные простые вещи. потому что, понимаете, если получится, что человек знает высокие идеи, а не способен раскрыть скобки, то это очень плохо. Итак, что такое наша формула, если писать формулу Бинет? Значит, α в степени n минус β в степени n разделить на корень из 5 умножить на α в степени m минус 1 минус β в степени m минус 1 делить на корень из 5. Ну, в общем, это достаточно такая страшненькая штучка. Если умножить на 5 обе части, то получим следующее. корень из 5 умножить на разность степеней. А вот здесь, ну, смотри, я все убрал, а здесь надо перемножать. Смотрите, что здесь будет. α в степени m плюс n плюс 1 минус α в степени m β в степени n плюс 1. Да? Я умножу на альфа в степени m. Теперь я должен умножить на β. Значит, будет минус α в n плюс 1 β в n плюс β в n плюс β в степени m плюс n плюс 1. Заметьте, пока уж с абсолютной. Совершенно непонятно, почему бы это было равно на левой части. Теперь пишем здесь. Плюс α в степени m плюс n минус 1 минус... Как на альфа умножить? Теперь на β умножаем. Минус α в n β в м минус 1 плюс β в степени m плюс n минус 1. Ну, господа, получилось дождество. Это было не страшно, признаете. Вот, получилось действительно, в общем, довольно страшно передождество. Теперь вопрос. А вот интересно, как его превратить в понятное дождество? Правая часть вообще не похожа на лев. Ответ. А надо понять, что такое корень из 5. Как легко выражается через α и β корень из 5? α минус β это? Правда? Значит, надо вот здесь, ребята, вместо корня из 5, что сделать? Написать α минус β. Как только мы это сделаем, все станет намного лучше. Ведь если раскроешь скобки, то здесь будет α в степени m плюс n плюс 1 минус α в степени m плюс n умножить на β. Сейчас я все объясню. минус α умножить на β в степени m плюс n плюс 1. На самом деле, кое-что уже видно. Смотрите, вот это, это, это и это. Увидели, что это одно и то же было? Увидели. А теперь интересный вопрос. Что такое β и α? Вот если вы умножаете α на β, сколько получится? Как вы считаете? Минус 1. Будет минус 1 по формуле равных квадратов. Значит, я α и β заменяю на минус 1. И значит, вот эти вот два оставшихся, это на самом деле α в степени m плюс n минус 1. И β в степени m плюс n минус 1. Ищем их здесь. И находим. Видите? Или не видите? Они были здесь? Они здесь были? Ребята, если сейчас вы сумеете понять, почему то, что осталось, это на самом деле 0, то жизнь будет прекрасна. У меня остались. Они все с минусом, поэтому на самом деле можно все x плюсы написать. α в степени m, β в степени n плюс 1. α в степени n плюс 1 β в степени m. α в степени m минус 1 β в степени n. и, наконец, альфа в степени n, бета в степени m минус 1. Надо суметь разобраться с этим выражением. Значит, идея такая. Давайте посмотрим на вот это, и давайте посмотрим на вот это. Значит, что это будет такое? Здесь альфа в степени m минус 1 выносится, и бета в степени n выносится. Альфа в степени m минус 1, бета в степени n. Здесь что останется? Здесь останется, очевидно, альфа-бета. Правильно? Так или нет? Здесь останется альфа-бета. А здесь что останется? Видите ли я? По-моему, единица остается. Вот. И здесь, между прочим, то же самое. Здесь альфа в степени n, бета в степени m минус 1. И с этим я выношу, остается опять альфа-бета плюс 1. А помните, что такое альфа-бета плюс 1? Это ноль. Это ноль вообще. Значит, это что? Ноль. Доказал? Доказал. Ну, ребята, я сказал, что это ужасное доказательство, алгеграинческое. Чем важна алгебра? Алгебра – это способ перепручить работу машины. То есть вполне можно представить себе, что компьютер провел бы такие вычисления, и, что называется, не ошибся бы. А сейчас, наоборот, я хочу, чтобы мы с вами вот эту вот формулу доказали чисто комбинаторию. Чтобы, ребята, вы ее поняли. Всегда есть огромная разница между тем, что вы считали, 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 и у вас там все сократилось, получилось, и тем, что вы на самом деле ситуацию помнили. Прошу про кошку и выход из комнаты стали изучать кошку, как она вообще умная, глупая. Для этого изготовили большую-большую бочку, скорее даже целую комнату, хитрую, там, со всякими рычажками, ковриками, губ знает чем, и с одним выходом. И надо было за какой-то там рычажок лапой потянуть, и тогда выход открывался, можно было учить его. После этого берут кошку, и в эту самую комнату ее закидывают, и закрывают. Она в уши себе. Первый раз здесь оказалось, бегает, носится, пытается что-то укусить, пытается что-то, ничего не получается. Ничего не получается, дергается все рычажки, нажимает на все кнопки, бьет хвостом, бьет лапами, всем бьет. И в конце концов, вдруг, в какой-то момент, пока она тут и взвивалась, и била по всему вокруг, случайно задел тот самый рычажок, и дверь открылась. Она увидела, что дверь открылась, мгновенно выскочила. А ученые записывают. В первый раз на выход она потратила столько-то минут, столько-то секунд. Записали. Схватили кошку, забрали ее в комнату, закрыли дверь. Она опять начинает носиться, и каждый раз она, конечно, в какой-то момент находила выход, и записывали, сколько времени она потратила. Ну, разумеется, кошка, она не глупая же все-таки. Она сообразила, что в какой-то момент, когда она более-менее там оказывается, то, что называется, что-то происходит. И она стала более-менее в одном месте крутиться. Потом она... Вот. Теперь, ребята, смотрите. График зависимости времени от попыток. Ну, я пишу, что условно решилась, но идея такая. Сначала она совсем долго была, в следующий раз, я не знаю, ей повезло, она быстрее, в следующий раз вообще долго мучилась. Там, в общем, ребята, сначала идут какие-то вот такие вот времена, потом в какой-то момент она более-менее осознала. А вот теперь вопрос. А как график повел себя дальше? А? Он не изменялся. Да, он не изменялся. Он дальше... Он обыкновенно запекал, дергал за рычаг, да? В одном-то момент заснуло. А теперь, ребята, настоящий ответ. Вот в некоторых моментах было так, а в некоторый момент график было так. Я им стараюсь. Я им не боюсь. Дело не в этом. Ты меня не боялся. А на пьем-то в комнате? Ребята, ключ под дом у вас есть? Да. Отлично. Когда вы домой придете, вы знаете, как оттуда уйти? Нет. Вы можете быстро уйти из дома, правда? Да. Она там просто... Замечательно. Теперь вопрос. А вы, правда, что как только оказываетесь дома, сразу, значит, мгновенно вскакиваете, бежите к двери, открываете ее, и, значит, не бегаете. Живешь, слышишь, живет она там. Она поняла, как выходить. Она поняла, что в этой комнате ничего плохого нет. Она просто так объявила это своим домом. Вот когда надо будет, выйду. Когда, когда это, жить там буду. Живу я тут. Мне тут хорошо. Надо будет, открою. Не надо будет, открою. Вот, ребята, здесь то же самое. Одно дело, это вот этот вот ужас, а другое дело, мы должны понять, на самом деле, как же, как же, вот, вот, если вы везете в ужасную форму.